С тех пор, как в пенсии зазвучал орган, жители и гости города не пропускают ни одного концерта органной музыки. А если на афише два имени Иоганн Себастьян Бах и Александр Князев, тем более. Известный российский музыкант, признанный во всем мире виолончелист, но не менее виртуозно он играет и на органе. Любовь к этому музыкальному инструменту у Князева зародилась из детства. Мне очень нравится этот инструмент. Он мне всегда с детства нравился. Я испытывал какой-то, знаете, такой мистический трепет, когда заходил в церкви в Европе и слышал звуки органа. Ну и, кстати, в зале Чайковского Гарри Яковлевич Гродберг, это вот все было. Но вообще, честно говоря, все-таки я решил этим заниматься, ну так, скорее, больше для удовольствия. И я думаю, что перелом в моем музыкальном сознании наступил, когда я приехал в Париж, и в церкви Санта-Сташ, услышал знаменитейшего органиста Жанна Гиил. И вот этот концерт, он абсолютно перевернул вообще мое ощущение от органной музыки, от органа. Я понял, что орган обладает фантастическими возможностями. Еще одна причина, побудившая виолончелиста сесть за орган, это творческое наследие Иоганна Себастьяна Баха. Один из любимых композиторов Александра Князева написал большое количество произведений именно для этого музыкального инструмента. Самым фундаментальным из них считается так называемая органная меса, с которой Князев и выступил в Пензе 11 сентября. За свою жизнь Бах написал более 150 оральных обработок, большинство из которых заключено в четырех сборниках. Особое место среди них занимает как раз органная меса, которую сам Бах назвал иначе. Это последний такой фундаментальный огромный труд Баха для органа. Бах объединил самые свои сложные хоралы вот в такой цикл. Назвал это на самом деле Бах третья часть клаверных упражнений. Но дело в том, что третья часть клаверных упражнений для слушателей звучит немножечко так, знаете, поэтюдно. Она, скорее, может быть, немножко кого-то отпугнет. Альберт Швейцер – это знаменитый органист, теолог и исследователь музыки Баха, человек, который написал о Бахе огромную книгу, ну, с некоторым романтическим восприятием жизни и музыки. Он назвал это органной мессой. Почему? Потому что действительно расположение хоралов очень близко и указывает на близость к мессе. То, что Бах назвал всего лишь упражнениями, сегодня считается шедевром и пользуется небывалой популярностью среди музыкантов. Александр Князев утверждает, лучше Баха для органа не писал никто. Баха для органа не писал, лучше Баха для органа не писал. Огромное множество органных залов. Пензенский произвел на него приятные впечатления. Я очень рад, что я здесь. Я, на самом деле, был в Пензе. Я вспомнил вчера, когда я проезжал. Я здесь играл очень давно, в 1987 году, в музее Мейерхольда. Ну, конечно, на реланчеле тогда. Так что я рад, что я снова вернулся через такое количество времени. И зал замечательный, зал замечательный. Орган тоже изумительный. Поэтому я, так сказать, с большим энтузиазмом сегодня приступаю к концерту. Совсем скоро, 29 сентября, с этой же программой Александр Князев выступит в Московской консерватории.